Всем добрый вечер. Меня зовут Станислав. Сегодня у меня на обзоре почтовой марки гражданской войны. Выпуск адмирала Колчака. Марки 1919 года. Очень интересная серия. Подробно расскажу биографию Колчака и об этих марках на обзоре. Вот смотрим марки. Почтовые марки с надпечатками всероссийского правителя адмирала Александра Васильевича Колчака 1919 года. Этот выпуск марок. В сентябре или октябре 1919 года российским правительством адмирала Александра Васильевича Колчака была произведена эмиссия из 10 марок различных номиналов путем наложения типографских надпечаток черной краской стоимости или цифры стоимости и слова рубль, рубля-рублей на марках Российской империи 17 и 21 года выпусков. Надпечатки производились в экспедиции в заготовлении государственных бумаг в Омске. Марки были в обращении на всей территории Сибири до конца 1920 года. Среди них редкие марки с типографическими ошибками, перевернутые, двойные, надпечатки, марки у которых пропущена одна из цифр новой надпечатки. Наиболее же редкие это гашеные экземпляры с четким почтовым штемпелем. Почтовые тарифы весны 1919 года предусматривали оплату в 25 копеек за переслылку открытки, 35 за простое закрытое письмо. Острый недостаток зналого знака почтовой оплаты привел к тому, что в октябре 1919 года, менее чем за месяц до падения Омска, был запланирован выпуск гербовых марок нового образца, наибольший номинал которых должен был равняться 15 рубля. А первоочередная миссия к 15 ноября состояла бы из марок по 20,75 копеек. О Колчаке. Александр Васильевич Колчак, 14 или 16 ноября 1874 года рождения, Александровская, 17 февраля 1920-го Иркуст был расстрелян, русский военный политический деятели, ученый-океанограф, полярный следователь 1900-1903, флотоводец 1915-1917, вошедший в историю как руководитель белого движения во время гражданской войны в России, верховный правитель России 18 ноября 1918-го, 7 февраля 1920-го, верховный главнокомандующий русской армии, ноябрь 1918-й, 4 января 1920-го. Участник русско-японска, первомировых войн, юргевский кавалер, адмирал 1918-го года. В январе 1920-го года во время отступления белых войск и эвакуации иностранных интервентов из Сибири был выдан в Иркутске командование Чехословакского корпуса местным властям в обмен на свободное продвижение чехословакских эшелонов и союзных военных миссий во Владивосток. 7 февраля 1920-го года был расстрелян без суда до окончания расследования по постановлению Иркутского военного революционного комитета, возглавлявшегося большевиками и действующего по личным указаниям председателя Совета народных комиссаров СФСР Владимира Ильича Ленина. Очень легендарная личность. Я в следующих видео буду рассказывать подробную биографию Александра Васильевича Колчака. В конце этого видео я дам ссылки еще на другие марки гражданской войны. Смотрит состояние этих марок. Вообще такой Колчак конечно легендарничная личность. Вот марки с наклеечками, наклеечки крепятся сюда. Я уже стал не стал отрывать. У меня в альбоме так же самое находилось. Сейчас показываю. Чистый с наклейками. Надпечатки. Марки с надпечатками. Так, наклеечка чуть. Отличное состояние марок. Рекомендую. Вот написано Сибирь, 1919 год. Прямо так в альбомчик можно как у меня интересно вставить. Красиво. Если понравилось видео ставьте лайк пожалуйста и подписывайтесь на мой канал. Всем удачи на моих аукционах. Марки выставляю я на аукционах Украина. Спасибо за внимание. До новых встреч.